Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители, которые меня смотрят, которым как бы не безразлично смотреть мой канал и тем, чем я занимаюсь. Вот сегодня такое видео, я немножко такая вот взволнованная, потому что я упалась, я конкретно упала и немножко разбилась, разбила себе руку, вот, ногу разбила, сейчас покажу, вот, коленку, и еще вот здесь вот разбила, вот, вот такое вот место, товарищи, хочу сказать, что вот у нас вот, у нас вот как бы такое хозяйство и мы не можем себе даже, фу, да, я вот немножко успокоилась и поставила на камеру и снимаю дальше, вот, хочу сказать, что у нас такое хозяйство, что мы не можем себе даже время выделить, там пойти на море или еще куда-нибудь, и тогда она поспорила с ним, вот видите, вот тут навоз, я еще даже не убрала, хотя я так убираю, все так чисто, подселила, они там еще накакали, это надо еще убрать, вот, что-то орлик, козел, вот, у нас такое хозяйство, что мы привязаны к коровам, коровы это не куры, коровы это не, даже не свиньи, коровы это очень требует много к себе внимания, очень много терпения и заботы, вот я поспорила недавно с одним там на рынке, ну, у нас рынок какой, такой, как бы под кустиками на аллейке, кто где как может, кто ждет своих клиентов, потому что в Севастополе люди ходят целый день, они высыпаются до десяти, до одиннадцати, приходят, когда им захочется, и ты их должен ждать своих клиентов, вот, и поспорила с Сашей, он также ждал там своих клиентов, он занимается бройлерами, и мы с ним поспорили, он говорит, ну, не может быть, это просто лень, что ты не можешь пойти на море, да, говорю, я не могу пойти на море, я приезжаю в обед домой, даже в час приезжаю домой, вот, я уставшая, жара, у меня ком горный, мне прям неплохо, я не могу, у меня давление, я падаю под вентилятор, кондиционера у меня нет, я падаю под вентилятор и ложусь отдыхать, хоть какой-то часа полтора, потом после сна я отхожу, час, наверное, вот, кофе пить невозможно, нужно как-то отдохнуть, что ты, Ворлик, вот у меня постоянно заблок такой, чухается, вот сегодня, чё я так вот побилась, я вам хочу рассказать, пришёл ко мне сусед Витя, я его подвезла сегодня в обед домой, говорю, приходи ко мне там, ну, в морозилке пивко полторушка, мы с тобой выпьем, охладимся, посидим, поболтаем, ну, пришёл он после семи, поболтали, поговорили, ушёл он, я его провела, иду выливать, а мне ещё работы надо делать много, вот, работа-то стоит, сливки сделала, по сути, почистить надо, вот, вышла, воды вылить, потому что ещё телят надо напоить, там, кстати, каша готова, размешала только что, вот, кашка их, я готова, сейчас пойду поить, вот она, Макуха тут выносила воду, вот это ведро, кстати, я ей согнула и поломала, вот, вот как долбанулась, а, короче, блин, полетела, вообще вся, блин, получается, и на море сходить, не, вот так вот посидеть нельзя, выпьешь того же пива холодного, ничего нельзя, ой, сил никаких нет, даже выпьешь немножко пива уже, координация такая слабая, потому что мы работаем, нам трудно. Макуха, что ты делаешь, а, Мартик, вот это, а, нельзя вот делать, а, нельзя делать, а, это вот по рогам вот бить, бить, я вам скажу, ребята, нельзя, потому что по рогам они считают, что они бьют другого, как бы такого же своего, там, не знаю, сородича или такого же, вот если вы бьёте по рогам, бить нельзя по рогам, бить надо по какому-то такому месту, и бить руками, а не палкой, потому что они чувствуют руку, а палкой, конечно, может всякий, как и рогами, раз ты палкой бьёшь, значит, он может рогами ударить, раз ты руками бьёшь, значит, ты уже к нему на психологическом уровне подходишь, вот такая вот ситуация, ребята, нельзя, Мартик, нельзя, говорю, нельзя, видишь ты какой, а, вот так вот, так что, ребята, вот такое я видела, не судите, как говорится, строго, я вам рассказала, как есть, сейчас буду убирать, вот это камняшки всякие, конечно, я уберу, ещё там, дома помоем, потом покупаюсь, как бы, и телек, блин, вступила ко мне, в говно вступила, вот так, всем пока-пока, ух ты какой!